Всем привет, добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас сезонный ролик, приглашаю вас вместе со мной разобрать свои косметички к новому сезону. К весеннему или к весеннелетнему, тут как пожелаете, у меня для вас очень много разных вариантов и давайте поскорее приступим. Поехали! В уход я не стану слишком сильно углубляться, об этом мы с вами поговорим отдельно, также недавно я показывала вам все свои обновки или большинство из них, но то, о чем мне хочется вам напомнить, это SPF. Если зимой многие из вас наверняка не пользуются SPF, то весна и лето это то время года, когда солнце максимально активно, можно не просто получить ожог, но и заработать пигментные пятна, с которыми сложнее всего справиться, ну и провоцирует преждевременное старение. Оно нам надо, мы все и так там будем, не нужно бежать впереди поезда. Уже много лет подряд я отдаю предпочтение SPF корейских производителей, и сейчас у меня в руках три варианта, на которые я однозначно могу рассчитывать и готова порекомендовать вам. Во-первых, это Beauty of Chanson, очень легкий SPF, который не оставляет белого налета, он не скатывается, отлично подходит под макияж. Мало того, все вот эти три варианта вы можете наносить даже вместо увлажняющего крема, как бы странно это не звучало, но когда за окном 30 с чем-то градусов, я себе не представляю использовать тонер или тоник, потом сыворотку, супер увлажняющий крем и еще и увлажняющий SPF. Иногда я это делаю, но когда погода еще такая терпимая, а когда жарко и парка, все, это катастрофа, и я спасаюсь только одним SPF, и он дает мне защиту от солнца, еще и увлажнение кожи. Мало того, это те SPF, которые не нужно обновлять, вот знаете, каждые два часа, как говорилось раньше, и в прошлом году в Хорватии, когда было очень жарко в Италии, я наносила этот SPF там несколько раз в день, и вообще ни разу не сгорела. Вот там, где он был, все прекрасно, а те участки, куда я не донанесла SPF, это где-то там по линии роста волос, где пробор, вот там было легкое покраснение, поэтому я точно могу сказать, что SPF работает. Следующий SPF с фактором защиты 50, в моем случае это критично, меньше мне нельзя использовать, и так тоже рекомендует мой дерматолог. Это SPF от бренда Celimax, это та марка, которая сейчас просто на пике популярности в Корее, это то, чем пользуются кореянки, и у меня версия для чувствительной и очень сухой кожи. У них есть еще две другие, у меня только эта, и она подходит мне безупречно, он увлажняющий, успокаивающий, при том, что у меня сейчас чувствительная кожа, он ее не раздражает, не вызывает у меня жжение, и я как раз его наносила, тогда, когда у меня кожа была очень сухой, поверх тонера, сыворотки и крема, и я боялась, что все это скатается, но нет, все между собой хорошо дружит, я поверх еще и накрасилась, все держалось целый день, обязательно присмотритесь. Еще один SPF, которым я пользовалась не так много, я только буду с ним знакомиться, это SPF от бренда Skin 1004 с гиалуроновой кислотой и с центеллой азиатской. Он достаточно легкий, наверное, даже чуть легче, чем Beauty of Chanson, хотя этот я не могу назвать каким-то, ну, из категории поплотнее, нет, все они суперкомфортные, и если вы не могли найти SPF, которым будет приятно пользоваться и который будет работать в весенне-летнее время, то обязательно гляньте вот эти варианты. Ну и так как в теплое время года мы продолжаем использовать наш уход, иногда мы красимся, кожа выделяет больше себума, ее нужно более тщательно и грамотно очищать, и в этом сезоне я отдаю предпочтение гидрофильным маслам, которые направлены не только на удаление макияжа, не просто на очищение кожи, а на более такое глубинное действие, скажем так. В корейском уходе есть гидрофильные масла, которые буквально помогают растворить себум глубже в нашей коже, то есть те самые черные точки, и это действительно работает, кожа у меня стала гораздо чище по сравнению с прошлым годом, и сейчас в руках у меня гидрофильное масло, которое уже потихоньку подходит к концу, это Селли Макс, гидрофильное масло очень мягкое, оно бережно очищает кожу, но при этом хорошо удаляет макияж. Тушь приходится немножечко подсмыть еще пенкой, ну а так, даже когда я протираю кожу каким-то ватным диском, то никакого намека на тональный крем или что-то цветное, что могло остаться после первого этапа очищения. Очень приятное, не оставляет чувства чего-то липкого, жирного, используем как обычное гидрофильное масло, кожа после него не стянутая, и нет какой-то пелены на глазах. И еще одно мое открытие, тоже от бренда Skin 1004, это ампульная пенка, звучит, конечно, странно немножко, тоже с центеллой азиатской, и я зачастую побаиваюсь азиатских пенок, корейские, да, потому что они очень часто слишком сильно очищают мою кожу, ну то есть прям до скрипа, мне это не нравится, это то, что выбирает мой муж, мне нужно что-то такое щадящее, не стягивающее, и это как раз тот вариант, она досмывает тушь, она в принципе хорошо подойдет для любого умывания, утреннего, вечернего, немножко пенится, если я сразу не говорю об отдушке, то значит она не очень-то яркая, чуть-чуть есть какой-то запах, но она очень классная, и здесь супер большой объем, я думаю, что вы будете долго ее у меня видеть, потому что у нее минимальный расход, и как-то более подробно я тоже расскажу о ней в уходе, потому что средство очень интересное, необычное, но главное, что эффективное. Из ухода это все, о чем я хотела бы вспомнить, не забывайте об SPF и о хорошем очищении кожи. Ну а теперь переходим к декоративной косметике, и здесь у меня есть где разгуляться. Начинаем с вами с нетипичной категории, потому что с консилеров, многие из вас отказываются от тонального крема на весну и лето, я это прекрасно понимаю, если можете себе это позволить, то окей. Если же на лице есть что-то, что хочется чуть-чуть скрыть или нанести в область под глазами, у меня есть несколько находок для вас. Классика жанра от Dior, это и консилер, и корректор, в таком большом формате, что даже если вы куда-то поедете, вы можете забросить его в косметичку и нанести хоть на все лицо. Обновленная версия более легкая, еще более увлажняющая, мне он даже больше нравится, и у них классная цветовая гамма 1W, это мой безупречный вариант, в принципе, на любое время года. Исключением является только то, когда я приезжаю из отпуска, супер загорелая, тогда у меня в косметичке не так много того, что мне подходит именно по цвету. Он не скатывается, он никуда не мигрирует, я могу наносить его под глаза, вообще любой консилер, и выбирать одну из пудр, это или хаан, которая под глаза, сатиновый секрет, что-то такое, я обязательно оставлю вам ссылку в инфобоксе, и полное название, или же пудру от Сенсай. Второй консилера корректор, вот такой маленький, от корейского бренда The Siam. У меня оттенок полтора, я выбирала онлайн, и я попала в яблочко, он вот прям такого цвета, такого подтона, как мне надо, и я была удивлена тому, что он увлажняет, и он очень-очень хорошо перекрывает. Это настолько хорошо, что я это могу нанести в небольшом количестве под глаза, для того, чтобы скрыть синяки и усталость, и для того, чтобы где-то там замазать какое-то постакне, если у меня что-то есть на лице, и он еще и супер круто держится на всем лице, под глазами это понятное дело, я там припудриваю все, но даже если я не воспользуюсь пудрой на все лицо, но при этом замаскирую какое-то несовершенство, корректора-консилер от The Sime остается в течение всего дня. Он хорош, но когда наносите под глаза, не перебарщивайте с количеством, потому что он из категории средней плотности покрытия. Если же вам нравится такое более матовое, но комфортное покрытие, на лице и под глаза, вы тоже используете стойкие консилеры, то могу вам порекомендовать новый консилер Power Fabric от бренда Armani. У меня оттенок 3,5, скорее это моя не загорелая версия. Вот я не могла определиться, то ли взять четвертый, то ли 3,5, мне было бы хорошо, вот где-то между ними, тогда это был бы мой самый универсальный цвет, но взяла себе вот такой. Он стойкий, он легкий, он не такой сушащий, не такой стягивающий, как предыдущая версия, он абсолютно комфортно ощущается под глазами, но опять-таки, это достаточно такая хорошая плотность покрытия, поэтому не борщим под глазами. Это для тех, кто предпочитает стойкость и тяжелый люкс. Если же вы в категории легких, супер увлажняющих, сияющих консилеров, мне нравится вот этот от Lancome, это консилер с сывороткой, с увлажняющей, и он еще и так интересно подсвечивает кожу, не только за счет увлажнения, а как будто в нем есть какие-то микрочастички, вот так прям, если очень сильно присмотреться, или когда я наношу его на камеру, тогда это больше всего заметно, вот именно вот это свечение. В жизни он сияет чуть меньше, но это очень комфортная вещь под глазами, он дает скорее легкое покрытие, его можно на слейд, но лучше этого не делать, потому что он может скатываться. Плюс, когда я только его приобрела, я попробовала использовать его без какой-либо пудры, и он скатался, мне обязательно нужно его припудривать, если у вас нет впадин под глазами, вам чисто нужно как-то освежиться, вы любите такой сияющий, влажный финиш, то присмотритесь к нему, я же всегда беру те пудры, которые я вспоминала ранее, и все держится хорошо, и он действительно меньше всего ощущается под глазами и заметен в частности. На каждый день я люблю такие консилеры, когда я снимаю какие-то видео, я зачастую выбираю что-то поплотнее, все зависит от того, сколько я спала, в каком мне состоянии, настроении и расположении духа, но иногда, вот знаете, для влогов я ничего не крашу, иногда это вот, когда хочется прям макияж, такой как сегодня, знаете, на последние деньги, так сказать, как последний раз в жизни, то тогда выбираю что-то поплотнее, особенно когда яркие глаза, но консилер сам по себе хорош, и мой оттенок 105W, с такой небольшой желтинкой, у них тоже классные цвета, хорошая палитра. Тональных кремов у меня здесь много, я это покупаю для того, чтобы и на канале появлялось что-то новое, чтобы я была в курсе того, что продают, и чтобы вы могли тоже определиться, надо оно вам или нет, и давайте сначала поговорим о легких сияющих. Где-то еще в декабре я купила себе новинку от Estee Lauder, это тональный крем Futurist, но с сывороткой, он вот такой с пипеткой, сейчас все больше и больше тональных кремов будет появляться именно в таком формате, и мой оттенок 2W1, он чуть загорелый, на то время, когда я с автозагаром, или когда уже ко мне прилипнет естественный легкий загар, и несмотря на то, что это увлажняющий тональный крем, он еще из SPF 20, когда у меня на лице были шелушения, то он это умудрялся подчеркивать, и он дает действительно легкое покрытие, я пробовала наносить и руками, и кистью, и спонжами, так и сяк, и по сравнению, вот например, с BB кремом от бренда Pupa, Pupa дает больше увлажнения, то есть это такое умеренное увлажнение, которое подойдет даже комбинированной жирной кожи, если есть шелушения, то сначала работаем с ними, а потом уже рассчитываем на какие-то дополнительные свойства тонального крема, сейчас, когда шелушений на коже нет, он выглядит красиво, он освежает, он подсвечивает лицо, но он без такого, знаете, яркого освещения, как например, Yves Saint Laurent, Tuche Kla, как тот же футурист классический, то есть это что-то такое легенькое, слегка тонирующее лицо, и на мне он держится неплохо, но у меня нет привычки, знаете, трогать, как-то лицо вытирать, а в такое переходное время года у меня в принципе очень многие тональные кремы остаются на коже, даже если перед этим был нанесен там супер какой-то активный, увлажняющий уход. Далее, это интересный такой флюид от бренда Catrice, вот это уже супер сильное освещение по сравнению с предыдущим, это Soft Glam Filter, и вы мне писали, что ваш почему-то неприятно пахнет, но есть какой-то запах косметики, но я не могу сказать, что он отталкивающий, это легкое покрытие, это может быть как бронзатор, вот он у меня в более темном оттенке, для того, чтобы опять же придать лицу какую-то фактуру, оттенок загара, свежесть, но удивительным образом, когда я наношу его даже на все лицо, он умудряется подстроиться по цвету, и я не выгляжу как-то странно, чтобы лицо было одного цвета, а шея другого, и меня это устраивает, для меня это даже более такая улучшенная и более подходящая версия, чем похожего плана средства от Charlotte Tilbury, я вам делала сравнение вот этих двух штук, и мне как-то больше нравится Catrice, ну и такие более стойкие варианты, с красивым, можно сказать, сатиновым покрытием, потому что это не совсем мат, это BB крем от Erborean, я уверена, что многие из вас его пробовали, и знакомы с ним, но также очень близкий по эффекту, это чисто мое впечатление, ну на моем лице это выглядит так, Bourjois Healthy Mix BB крем, правда у меня опять же загарный оттенок, я иногда умудряюсь его намазать даже зимой, и все окей, у меня оттенок Medium, я все собиралась купить Light, но так и не собралась, я думаю, что я быстрее за горючим куплю более светлый, очень классный, универсальный, и он стойкий, он перекрывающий, он не подчеркивает нерасширенные поры, не западают мне мимические морщинки, когда я улыбаюсь, у меня вот иногда здесь в носогубках что-то собирается, здесь такого нет, при этом он легкий, то есть он ощущается на лице абсолютно комфортно, если же вы в такой матовой команде, вы ищете что-то на какое-то торжество, вы хотели бы рассчитывать на свой макияж, что никуда не уплывет, что вот просто на фотографиях будет выглядеть феноменально, это ланком, он у меня был когда-то и очень давно, лет 10 тому назад, если отмотаете мои старые видео, я его любила, на какие-то праздники я тоже его наносила, на свадьбы и так далее, это танедоль, он легкий, я не могу сказать, что он увлажняющий, под него я наношу какую-то увлажняющую сыворотку, увлажняющую базу, свой какой-то супер увлажняющий уход, тогда это комфортно, но при этом он тоненький, он дает хорошее покрытие, и он, ну вот знаете, как ластик стирает поры, и на мне это действительно лицо, как после фотошопа, честно, я могу использовать поверх него, вот так же, как 10 лет тому назад, для меня это идеальная комбо, если у меня должно быть лицо, вот фарфоровой куколки, без единого изъяна, это метеориты и танедоль, и вот спустя столько времени, я попробовала его, сейчас он с SPF 35, между прочим, раньше было меньше, и он какой-то еще более комфортный, супер тональный крем, и кстати, у меня оттенок, мне его подарили, 135N, и он вот хорошо мне подошел, и я не заметила, чтобы он так сильно окислялся, как предыдущие версии, то есть, нет вот этой разницы, ты наносишь, типа подходит цвет, а потом опа, и он превратился в какой-то оранжевый, раньше с Lancome'ом такое было, но в этом конкретно оттенке, я этого не заметила, и все с ним хорошо, бронзеры, конечно, я продолжу пользоваться своим бронзером от Catrice, это вообще не обсуждается, он сияющий, он супер бюджетный, и я не могу от него отлипнуть, уже сколько, полгода, наверное, но также я переключила свое внимание на кремовые версии, и это нечто, вот если раньше я могла по настроению использовать кремовые бронзеры, то сейчас это прям, знаете, в удовольствие, и дело именно в формуле, первый бронзер от бренда PESA, я показывала вам оба вот этих варианта, в бюджетных находках, я вам гарантирую, что это одни из лучших кремовых бронзеров, которые, ну вообще можно найти на рынке, у меня это оттенок 0,2, мне кажется, что он чуть похолоднее будет, чем 0,1, вы можете пересмотреть обзор, но это точно тот, которым я пользуюсь достаточно часто, не могу сказать каждый день, потому что то Эвелайн беру, то этот, то Catrice, но в любом случае, я всегда могу быть уверена в результате, который он мне даст, очень красивый цвет, он, кстати, и не как прям, знаете, скульптор, и не как бронзер-бронзер рыжий, он вот такой, который подойдет большинству девушкам славянского типа внешности, если вам нужен более теплый оттенок, то выбирайте первый, для меня вот этот, кстати, он и не такой, знаете, не чересчур яркий, но при этом заметный, и он красиво подчеркивает скулы, и вообще делает лицо вот таким 3D, плюс вообще вот эта формула, он не просто кремовый, он как гелево-кремово-суфлешное, что-то такое необычное, эти продукты у бренда Поэза, разработанные польским визажистом, они мега-мега удачны, и второй бронзер от бренда Эвелайн, из их коллекции Чоко Гламур, он более такой мягкий, более кремовый по сравнению с Поэза, но это вообще никак не влияет на тот результат, который мы получаем при нанесении, его очень просто растушевать с ним, очень просто работать, даже если вы переборщили, вы промокнули там губкой, все окей, даже если вы не умеете пользоваться кремовыми продуктами, вы можете взять один из вот этих вариантов, и как бы попытаться к ним приловчиться, с ними гораздо быстрее научиться пользоваться такого плана средствами, и именно в теплое время года я все чаще отдаю предпочтение именно кремовым текстурам, с ними как-то и красивее лицо выглядит, и свежее, и как будто даже легче, хотя, как видите, я начала ими пользоваться еще осенью, наверное, и до сих пор вот они мои косметички, и я от них прям фанатею, не очень часто в моих подборках можно встретить хайлайтеры, но это как раз тот случай, когда я люблю за цвет, за текстуру, за финиш, который он оставляет, и за то, что это максимально легко и не старомодно, вот, это, наверное, одно из самых подходящих слов, это хайлайтер от Lamelle, он в оттенке такого шампанского золота, это 402, его хватит на 150 тысяч лет, я вам честно говорю, потому что здесь такая маленькая упаковка, но его нужно совсем немного для ангельского свечения кожи, и он еще и стойко, уверенно держится, никакая шарлотта мне с ним не нужна, он гораздо приятнее и красивее выглядит, чем многие даже люксовые хайлайтеры, едем дальше, блин, то шел мокрый снег, теперь солнце, вот чисто, знаете, добро пожаловать в Краков, ну ладно, солнышку я рада, румяна, девочки, у меня так много всего, и мне так хочется обо всем рассказать, румяна мне нравится в ягодном оттенке, если их нанести в небольшом количестве, это на 100% освежит ваш образ, это и придает молодость, это и снимает какие-то признаки усталости, и в принципе, когда вы пользуетесь именно таким оттенком, вы можете дублировать его и на губах, и тогда это получается супер современный такой образ, и румяна тоже от ПС в оттенке 3, и несмотря на то, что это румяна, я часто пользуюсь этим средством, как помадой для губ, то есть наношу какой-то более коричневый карандаш, и только по центру вбиваю эти кремовые румяна, трюк старый, но это срабатывает не со всеми румянами, а здесь как-то и цвет очень удачный, и вот такая текстура тоже гелево-кремово-суфлейная даже немножко, и это все еще очень хорошо держится с карандашом для губ, я в восторге, я правда вот когда крашусь этим всем, особенно вот кремовые средства от ПС, они настолько невесомые на лице, это чистое наслаждение, вот прям от сердца вам рекомендую, если вы никогда не пробовали румяна от Dior, из линейки Backstage, я не знаю, чего вы ждете, пусть это будет толчок к тому, чтобы отправиться в магазин, или где-то выбрать онлайн, они тоже очень легкие, они уникальны своей формулой, потому что она легкая, она нерыхлая, и даже когда ты пытаешься сделать сводч, то вообще непонятно, о чем мы тут разговариваем, но на лице это проявляется настолько красиво, и они еще и дают какой-то такой очень-очень минимальный отблеск, и делают вашу кожу такую как отполированной, и в принципе все эти цвета, они выглядят на лице по-другому, я никак не могу поймать такой ягодный оттенок, я бы с удовольствием его приобрела, я вообще взяла бы все цвета, которые есть в линейке Dior Backstage, настолько они кайфовые, у меня есть ярко-розовый, не знаю, что он накрасится, беру его, и он не такой ядреный, как в упаковке, а вот этот, он как и ягода, и какая-то рябина, немножко коричневого здесь есть, очень такой, знаете, неоднозначный цвет, и непонятно, как он будет выглядеть на лице, но вот это очень стильно, это прям такой, знаете, макияж без макияжа, можно сказать, просто румяна, бронзер, и помада какая-то там, около нюдовая, все, вы готовы, ну и там ресницы, что вы еще пожелаете, но это румяна, которые еще не подчеркивают текстуру кожи, какие-то воспаления, не делают более заметными, если они где-то, есть, знаете, типа бугорок, или что-то неровное, и это оттенок 0,12, и вот больше всего, он мне нравится, кстати, на загорелой коже, поэтому в этой подборке он тоже есть, еще одни румяна, из категории ярких, но они одни из самых универсальных, это румяна от бренда Armani, они супер пигментированные, оттенок 51, и это тоже мега фреш, у них там есть и сияющие, и вот такие, как сатиновые, наверное, потому что я не могу сказать, что это глухой мат, наверное, к матовым им даже ближе, чем к сатиновым, то есть здесь тоже нет вот этого яркого свечения, каких-то блесток, но за счет цвета и вот этой такой фирмовой тоже формулы Armani, они всегда делают все не так, как у всех, у них есть какая-то изюминка, и если ты влюбляешься в их средства, то все, ты уже не готов променивать их на что-то другое, там есть еще и супермодные яркие, которые наверняка сейчас будут вируситься в тиктоке, а я вам говорю о том, чем вы можете краситься, и не только по-модному, когда вот так обильно наносится, хотя я признаюсь честно, что я наношу больше румян, чем даже там пару лет тому назад, и сейчас мне это тоже нравится, но где-то нужно найти золотую середину именно для себя, и это оттенок свежести, молодости, хорошего сна, здоровья и всего остального, это тоже прям очень красиво, блеск на губы, и вы готовы, тени для век, тут все будет максимально просто, потому что я как-то больше сейчас отдаю предпочтение чему-то такому умеренному, возможно даже классике или коммерческому макияжу, знаете, с какой-то модной сияшкой, речь идет о спарклах, и если вы никогда не пробовали спарклы для век, это не просто блесточки, это очень и гламурно, и красиво, и на каждый день, и завораживающе, потому что это так сверкает, интересно на глазах, но при этом как таковых теней, вот такие знаете плотных, как раньше, у вас на веке нет, и таких спарклов есть достаточно много, они есть в палетках Шелла Тилбери, в палетках Тома Форд, в однушках от Сифоры, если не забуду и успею, девочки, я поставляю вам ссылки на то, что упоминаю, ну из видео из этой подборки, да, но по ходу дела я тоже стараюсь что-то еще, подкидывать вам какие-то варианты, что-то еще вспомнить, и также спарклы очень красивые есть у бренда Глэм Шоп, но палетка, которая меня сейчас вдохновляет, пусть даже на такие обычные, казалось бы, не какие-то креативные макияжи, но не что-то супер нюдовое, а типа как сегодня вот растушеванная стрелка, но при этом все выполнено только одной палеткой, базовой по факту, для век, или для того, чтобы снова красить стрелки, у меня периодами, знаете, или я совсем не крашу глаза, или это стрелка, или это сияшка, но вот как-то, знаете, как прикиплю к чему-то одному, то я не могу отлипнуть, и в последнее время, вот уже вторую неделю, я пользуюсь палеткой от бренда Роман Ди, и я уверена, что она будет моей любимицей, потому что это настолько универсальные цвета и текстуры, и вообще здесь собрано все самое необходимое, что я буду тягать ее с собой и в поездки, и куда угодно, и на каждый день, когда нужно накраситься, это жемчужинка моей косметички, это палетка, по названиям, тоже укажу в инфобоксе, какая-то пшеница, что-то такое, и это и не теплые цвета, и не слишком холодные, плюс здесь есть такие светлые, которыми я могу очень красиво, и так постепенно оформить складку века, сделать необходимое затемнение, могу просто накрасить стрелочку, могу ее растушевать, получится так, как сегодня, могу вообще ничего не добавлять, и спаркл, спаркл красивый, не слишком желтый, не слишком золотой, вот такой, знаете, цвет шампани, но без яркого желтого, иногда мне хочется этого золотишка, у меня тоже есть такие, но вот она прям, знаете, такая тоже, и на каждый день матовые здесь очень хорошие, но сияшка, это понятно, что я уже тут просто не могу уже подобрать слово, чтобы описать, насколько она мне нравится, кстати, эти тени у меня сегодня на глазах, но матовые оттенки тоже супер приятные, они хорошо тушуются, что касается супер темного, то когда я рисую стрелки, я сначала окрашу глаза, потом наношу тон, и сияшку я приклеиваю еще на влажную базу, просто базу для век, и поэтому я могу убрать осыпашки от темного оттенка, они немножко есть, я должна вас предупредить, и тоже сияшка может сыпаться, если у вас, например, очень влажный тон, и они прилипнут, вы потом их не уберете, так что я сначала окрашу глаза, а потом все остальное, но палетка сама по себе вообще ничем не уступает, даже, я бы сказала, не то, что не уступает, у меня есть палетка со спарклами от Charlotte, и я использую какие-то оттенки, не только потому, что я на нее потратилась, а это прям кайф, кайф. И еще две находки, я недавно их приобрела, но уже успела намазаться несколько раз, тоже буду активно эксплуатировать в новом сезоне, это спарклы в жидкой форме от бренда Glam Shop, я покупаю их в сети DM, они доступны у нас стационарно в Польше, я знаю, что этот бренд отправляют в Украину, и в Евросоюз без проблем на их официальном сайте можно найти, и возможно даже в Хэбе есть, вот насчет Хэбе я не уверена, но где-то мне мелькало, что есть этот бренд, в любом случае, если вы ищете божественно красивые спарклы, то хоть в прессованном виде, кстати я разбила один свой случайно, хоть в таком жидком, как у меня сейчас, это сказочные штуки, которые сияют так, что на вас будут смотреть и просто думать, что чем она накрасилась, или магнетически не смогут отвести от вас взгляд. Итак, оттенок, который я себе выбрала, целых два, кстати они не похожи, это Gimno Beige, наверняка есть какое-то непольское название, у них есть и польские названия цветов, и какие-то такие англоязычные, это такой прохладный немножечко оттенок, но здесь россыпь таких вот знаете, и бежевых, кстати вот на сводче они не выглядят так, постараюсь снять вам на солнышке, здесь и розовые, и какие-то такие как будто голубовато-фиолетовые, и что-то такое с холодным золотом, это очень красиво, такой для свадебных макияжей, или когда вам нравится что-то такое холодное, но необычное, не просто золотишко какое-то, ну и классический импразович, это такой более классический, наверное, не слишком холодный, но и при этом не золотой, в таком вот знаете, желтом понимании, наверное, то есть это что-то нейтральное, это тоже такая многогранная россыпь всего золотисто-шампанского, и это действительно очень красиво украшает наш макияж, только посмотрите, ну это ж вообще красотей, если у вас собрана базовая косметичка, но вы хотите придать что-то вот такое интересное вашему макияжу, то губы это самое бюджетное, самое простое и беспроигрышное, с одной категории я не смогла определиться, поэтому будут и матовые, и сияющие, и всякие там разные, давайте начнем с матовых, я с одной стороны, как-то знаете, больше переключилась на блески, на что-то такое улажняющее, но все же, очень часто, я выбираю матовую помаду, потому что это настолько удобно, плюс формулы матовых помад меняются, они все более комфортные, все менее сушащие, и вообще, они нигде не отпечатываются, можно хоть раз в день накраситься, и так ходить, где-то в начале года, я получила пиар-рассылку от бренда Peza, она такая большая, была очень красивая, и как только у меня появилось время, я начала пользоваться, и карандашами для губ, и жидкими матовыми помадами, слушайте, настолько удачные оттенки, и сама формула карандашей, это гелевые карандаши, плюс они выкручиваются, плюс они супер стойкие, и мои самые любимые оттенки, это нюдовый, он такой, знаете, не слишком холодный, я все чаще и чаще, между прочим, как-то отхожу именно от холодных, таких окололиловых цветов, я думаю, что вы тоже могли это заметить, а если нет, то теперь будете знать, первый оттенок, это нюд, собственно, очень удобные карандаши, и он такой, скорее нейтральный, потому что он не рыжий, и не мега холодный, скользят, сразу отдают пигмент, и также коралловый оттенок, ну вот это будет мой хит, я вам говорю, что если увидите на мне что-то коралловое, то в 99 случаях, это именно комбо, то есть карандаш для губ, они все одинаковые по качеству, и карандаши, и помады, и жидкая матовая помада, мега пигментация, достаточно одного слоя, и именно оттенок 02, нюд коралл, он как раз вот, можно вообще ничего не красить, немножко румян каких-то персиковых, и вот эта помада, и вы будете прям расцветать на глазах, я на полном серьезе, нюдовая помада мне чем-то напоминает, жидкая матовая помада, чем-то напоминает оттенок от Шарлотт Тилбери, который самый популярный, пила уток, то есть это не совсем, вот знаете, беж-беж такой, коричневый, и он не очень-то и холодный, то есть вот такой, знаете, выразительный нюд, но сама по себе формула, она и не сушит, и хорошо держится, и все в ней великолепно, это тот дуэт, или коралловый, или нюдовый, все это можно использовать по отдельности, от которого я прям фанатею, честное слово, говоря о коралловых помадах, я приобрела себе еще одну помаду, из коллекции L'Oreal, вот эти стойкие, жидкие матовые помады, и это оттенок 210, тропический отпуск, тропические каникулы, мне показалось, что она чем-то похожа на мою помаду от Armani, ну может быть издалека, но это что-то из категории красивых, персиково-розовых цветов, это супер пигментация, они хорошо держатся, и это те помады, которые можно использовать даже без карандаша, еще одна категория, над которой я буду работать, потому что это направление в губных помадах, однозначно будет развиваться, это вот такие интересные, как будто гелево-маслянисто, супер увлажняющие такие помады, и первая из такого плана помад, одна из самых дорогих в моей косметичке, Hourglass, я ее купила еще, наверное, в конце осени, все никак не могла вам показать, не знаю, с чем это связано, и у меня один из самых популярных оттенков, называется Desire 120, я его еле выловила, он очень часто распродан, но я хотела именно его, это пыльная роза, все это дело выкручивается, не выкручивайте много, потому что это сломается, это как-то развезете по губам, и должного эффекта не получите, это самая увлажняющая помада такого плана, она тает на губах, и это такой блеск, который ни с чем не сравним, даже если самые убитые губы этим накрасить, вы просто не поверите, какой это такой, знаете, не просто эффект масла на губах, это как будто вы себе их чем-то подкололи, очень красиво, я сегодня хотела ее накраситься, но она мне не совсем подходила по цвету, не знаю, что там у меня происходит с макияжем губ, но потому что блеск, он немножко разъедает контуры, такое бывает по-разному, и потом уже я докупила помаду от Romand D, это тоже очень похожая история, она, наверное, чуть менее такая глянцевая, и не такая мягкая, как Hourglass, но она все равно супер приятная, она такая увлажняющая, и у меня еще и нюдовый оттенок, и плюс в том, что эта помада закручивается, потому что Hourglass нет, но Hourglass настолько быстро расходуется, оттенок этой помады, на корейском все, 12 написано, ну точно в моем заказе где-то есть, что я там приобретала, красивый нюд, ко всяким таким помадам, давайте я его сейчас, наверное, сменю, вот так это выглядит на губах, то есть видите, такой нетеплый нюд, и плюс это такая обволакивающая губы формула, которая надолго как будто сохраняет влагу в ваших губах, это все еще ухаживает, и это не супер бюджетно, я согласна, но это того стоит. Я видела, что похожие помады вышли у бренда NYX, и я обязательно буду их покупать, я видела, что они только появились в наших интернет-магазинах, и я буду пытаться их достать, потом поделюсь с вами впечатлениями, но зачастую помады от NYX, особенно вот мне нравилась их Fat Oil, а это именно помады из категории Fat Oil, я практически уверена на 100% в том, что они мне понравятся и зайдут, у них еще тоже красивые такие сочные цвета, и на лето тоже хотелось бы купить что-то такое, наверное, поярче. Друзья мои, я вынуждена признаться, что сейчас не так много ароматов, которые меня отцепляют, и которые мне хотелось бы, вот знаете, купить в полном объеме, потому что настолько понравилось. У меня есть мои фавориты, к которым я всегда возвращаюсь, это тот же Hermes зелененький, который пахнет травой, сочными спелыми фруктами, и он какой-то вот такой прям мой, знаете, это мой фирменный аромат, или Bayredo безымянный, и я немножечко подустала от таких сладких, кокетливых, навязчивых ароматов, мне хотелось именно зелени и свежести. Я отправилась на поиски. Я выбирала это все онлайн, потому что то, что меня интересовало, у нас не представлено в стационарной продаже. И у меня в руках аж пять разных отливантов, здесь не так много, ну, кстати, это не супер дешево получается, если покупать оригинал, а я вижу смысл только оригиналах, зачем покупать отливанты каких-то подделок. И в Польше есть сайт, который рекомендовала польский блогер, именно парфюмерный блогер Ольфактория, я ей доверяю, и я уже там не впервые заказывала эти отливанты. У них, кстати, достаточно большой выбор, это страничка pshetestujperfume.pl Такая бесплатная реклама для них, но если вы живете в Польше, то почему бы не воспользоваться, если в ваших странах есть вот именно проверенные какие-то магазины, которые продают отливанты, то имеет смысл взять, чтобы распробовать, да, то если особенно это дорогой аромат, то очень обидно, да, когда стоит это без дела. И к моему превеликому сожалению, мне понравился самый дорогой. Это аромат вот достаточно такого хайпового сейчас бренда, хоть и нишевого, но он, наверное, сейчас тоже на пике популярности, это Maison Courjane. Я надеюсь, что я правильно произношу название, и у меня здесь версия Aquamedia. Это самый зеленый, самый звонкий, самый сочный и бодрящий аромат, который я вообще нашла в этом сезоне. Он такой хрустально чистый, это как природа, вот супер зеленая, насыщенная после дождя, или с самого утра еще покрытая росой, то есть есть в нем что-то такое альдегидное, что-то такое очень чистое, но при этом насыщенное. И это не просто как зеленый чай от Элизабет Арден, это чуть глубже, это чуть интереснее и многограннее. Это как будто ты выбегаешь вот у бабушки, бежишь по какой-то зеленой тропинке, еще покрытой росой, или сразу после дождя, вот этот аромат природы. Знаете, бывает, когда дождь уже прекратился, все еще мокрое, и светит солнце. Это все такое яркое, все такое сочное, но при этом нет какого-то конкретного аромата, который бьет тебе в нос. Это и аромат каких-то грядок, которые ты пробегаешь, и тут тебе кусты, покрытые этим дождем или росой. И кто-то говорит, что чувствую здесь слишком много фенхеля, для меня это идеальная комбинация и фенхеля, и вербены, и отчетливо ощущаю здесь бергамот. Вот, кстати, бергамот это было то, что я тоже искала в ароматах для себя, и я сейчас отправлюсь на поиски, ну, наверное, или 35 мл, или, ну, 50 максимум, наверное, потому что у меня просто слишком много ароматов, ну, с удовольствием взяла бы себе полноразмерный флакон. И этот аромат еще отличается своей стойкостью. И вот при нанесении он кажется таким, вот знаете, где-то это уже было, но потом он раскрывается и достаточно долго держится. При этом это то, что не будет душить всех вокруг. Я знаю, что я всех уже ружба караса мучила, просто убила, отбила любое желание ее пробовать. И это та свежесть, которая у меня не ассоциируется со свежителем воздуха, и также не та зелень, которую я встречала у кого-то другого. То есть это прям насыщенный бергамот, и вот эта вербена супер, мне очень нравится. И вы знаете, бергамот, он не просто свежий, он еще и как бодрящий, вы знаете, как крепко заваренный такой черный чай. Представьте себе картину, когда вы отдыхаете где-то за городом, где есть и грядки, и кусты, там всякие разные, и приправы растут, и вот эта трава тоже, лужайка, вы себе завариваете чай, просто ставьте такой насыщенный, берете кружечку чая и отправляетесь на прогулку после дождя. Вот это, так я вижу этот аромат, и что-то такое водянистое, легкое, свежее, зеленое, и при этом бодрящие. Ну, кайф, честно вам говорю. Я забросила этот аромат в корзину, он просто появился у меня в категории новинки. Я такая, ну, зеленые, свежие, подходит, берем. Я вообще не рассчитывала на то, что я соберусь покупать этот аромат. Я хотела как можно скорее записать этот ролик, поэтому показываю вам только отливанты, так как у меня где-то практически до середины апреля будет катастрофически мало времени, и я не уверена, что я смогу записать такое длинное видео, а настроение у меня шикарное, мне хочется этим с вами делиться, мне было интересно поболтать с вами о косметике, это то, что я тоже очень сильно люблю, и да, я желаю вам тоже хорошего весеннего настроя, перебирайте со мной косметичку, или готовьте ужин в моей компании, или попивайте кофеек, в любом случае я была очень-очень рада вас видеть, пока-пока, мы с вами увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok